Как учит православная церковь, человек двусоставен, а духовных подвигов не бывает без воздержания тела. В пост нельзя употреблять пищу животного происхождения. При этом многие священники уточняют, что меру воздержания нужно устанавливать, посоветовавшись с духовником. Если человек имеет навык, то, конечно, он постится согласно правилам церкви. Если он только начинает поститься, то для него может трудным быть такой пост, и, конечно, может со здоровьем связана быть определенная тоже проблема. Целью поста не является, чтобы человек упал от бессилия или совсем свое здоровье надорвал. Цель поста – это внутреннее, прежде всего, делание, изменение своей души, покаяние, приближение к Богу. И внешний пост, он должен этому способствовать. Но если человек постится, отказался от мяса, молока, рыбы, и при этом он весь такой раздраженный, злой, все ему мешает, все рядом его нервируют, потому что он постится, а все вот такие вот рядом никто его не понимает, то нет никакого смысла в таком посте, и человек больше теряет, чем приобретает. Пост – это личное дело каждого. Тем, кто все-таки решил себя ограничивать в животном белке, нужно правильно сочетать растительный белок, не забывая о злаковых и бобовых. Многие путают пост с диетой, и здесь необходимо прислушиваться к мнению врачей. Те люди, которые на самом деле духовные и постоянно посещают церковь, они знают, что к посту надо готовиться. Поэтому у них есть сыроедение, то есть они перед неделей поста заменяют молочными продуктами для того, чтобы не ограничивать резко снижение белка в организме. Для некоторых людей снижение белка в организме будет полезным, ну, например, для тех, у кого больные почки, либо для людей, у которых страдают аллергическими заболеваниями. А в целом резкое снижение потребления белка может навредить людям. То есть получается, что мышцы стончаются, а нагрузка увеличивается на костную ткань. 40 дней духовного воздержания могут, наоборот, добавить лишние килограммы. Дело в том, что в рационе во время поста мало жиров, но много углеводов. За разнообразие во время поста голосуют все, без исключения специалисты в области питания. Если вы решили поститься, то в вашем рационе обязательно должна присутствовать еда в течение дня регулярно. Это могут быть крупы, это может быть картофель, макароны, это могут быть овощные салаты. И если вы решили ограничить количество белка, мяса, то, по крайней мере, не убирайте из рациона рыбу, чтобы это не навредило вашему состоянию здоровья. Разнообразие блюд на столе помогает держаться во время ограничений, заодно способствует получать организму витамины и питательные вещества. Принято считать, что поста – это однообразная пища. В нашем ресторане вы можете убедиться в обратном. Мы предлагаем огромный выбор постных блюд, например, пшенная каша на воде с кокосовым молоком и запеченной тыквой. Такие простые продукты, как картофель, грибы, свекла, которые растут в нашем регионе, являются базовой основой нашего постного меню. Все это можно тушить, варить, жарить, добавляя грибы, сухофрукты, крупы. И такие экзотические продукты, как кокосовое молоко, рисовая лапша – таким образом получаются очень вкусные и сытные блюда. Таким образом, нужно помнить, что постная пища дает огромный простор для фантазии. Ведь, как говорится, когда набор продуктов ограничен, тут-то и проявляется настоящее мастерство и творческий подход истинных кулинаров.